Радость на радость – мгновенный рапорт. Поэтому, когда вы заходите куда-то, кого-то встречаете, первая реакция – улыбка, радость. Радость поддерживает общение. То есть, вне всякого сомнения, два человека, которые радуются друг другу, то есть, им обязательно нужно сказать друг другу несколько слов. Даже если они бегут. Даже если они бегут, даже если все равно там… Ну, хорошо же, да, все, хорошо, я побежал. Все равно обязательно нужно сказать что-то. Акцент на настоящем. Как у тебя дела? То есть, вот когда два человека встречаются в радости, первый вопрос – как у тебя дела? То есть, фиксация на настоящем. Желательно вообще на здесь и сейчас. Выстраивает. Хорошо выглядишь. Хорошо выглядишь. Что делаешь? Да, то есть, вот именно на настоящем. Детские ролевые отношения. Вот здесь вот интересный момент. У греков, у греков вот эта поговорка была, очень жесткая поговорка, а до меня начинает доходить почему. Дружат только дети и рабы. То есть, способны на дружбу только дети и рабы. Дети радостные, рабы печальные. Да. То есть, и вместе с тем у рабов как раз нет ни будущего, ни прошлого, есть настоящее. Равенство. Равенство, да. То есть, вот смотрите, радость, она сама по себе, помните, там все равны. Сама идея радости, она заключается в равенстве. Когда два человека рядом ржут, ну то есть, если вам случалось где-нибудь быть на спектаклях или где-нибудь, вот когда начинают здесь зал хохотать, ты ощущаешь вот это вот единство со всеми окружающими и чувствуешь вообще, как тебе хорошо. Опять же, после спектакля как-то все. Да, и ты к чужим людям киваешь головой. Потом, ребята, вот те из вас, кто участвовал в демонстрациях, как советских, так и антисоветских, как государственных, так и антигосударственных. То есть, если вот кому-то случалось участвовать, помните вот это вот ощущение такого вот единства, такого вот то, что там незнакомые люди радуются друг другу. Ну или, если не демонстрации, то салют, на салют ходили когда-нибудь? На стадионе волна. Вот где много людей, объединенных с чем-то радостным? Все. Болельщики. То есть, вот там, собственно, болельщики, они как раз приходят не только для того, чтобы морду другу набить, а именно для того, чтобы пощетить вот это вот восхитительное ощущение единства, равенства, то, что я не один. Нас много. А нас, да, одноцельно, нас много, и вот мы здесь и сейчас, и, смотрите, мы ничего прагматически не делаем, это вот не то, что там, это вот, знаете, вот есть другое единство. Вот опять же, кому случалось помогать машину толкать? И вот это вот ощущение, когда вот она пошла, и так смотришь на человека, который рядом с тобой, тебе ему сказать нечего, но ты вот ощущаешь то, что вообще мы классные, да? То, что вот мы не знакомы друг с другом, а вот впряглись там вот как-то, да ведь? Да, да. Вот это удивительное вот это вот ощущение, вот это вот радости, радости на радость, да? Или вот это вот еще, вот эта тема, когда там на ютубе ролики о том, как помогают друг другу. О, я реветь начинаю. Чего? Реветь начинаю. Вот кто-то реветь начинает. Это умиляет страшно. Умиление, умиление. Но вот это вот ощущение того, что мы хорошие, да, мы классные. Вот это вот ощущение такой вот внутренней, внутренней поддержки вот этого состояния. То есть участие в чем-то ведет к простым активным действиям. То есть вот здесь, здесь в радости вот люди в состоянии что-нибудь там вот очень быстро что-то сделать. Потому что если долго, то это уже чувство радости, оно как-то это. Для удержания радости необходимы вот постоянные движняки какие-то. Вот, постоянный такой вот движняк. Вот ты понимаешь, что это такое, да? Вот радость на радость, да. Это вот, это вот да, да. Мы тут видим просто, ага, а некоторые сидят так и смотрят. Думают, что с... Ну радость, и что? Ну радость, и что такое-то, да? Нормально, и что?